Доулы, в принципе, может быть любая женщина и даже любой человек. Доулы грибут деньги лопатой. Если у вас произошли роды в машине, значит, это были хорошие роды. Ни с чем не сравнимое удовольствие для женщины. Вообще, конечно, женская поддержка делает меня абсолютно счастливым человеком сейчас. Всем привет! Меня зовут Мария Голубева. Сегодня у меня в гостях Кира Лазарева, член Ассоциации профессиональных Доул России. Кир, привет! Доула в переводе с греческого означает «служанка для женщины», а в современном понимании – «помощница в родах». Где учат на Доулу? В чем заключается ее помощь? Надо ли ее знакомить с семьей и может ли мужчина овладеть этой профессией? Рассказала Доула Кира Лазарева. Кира, давай поговорим, как вообще появилась профессия Доулы, откуда она появилась, как она появилась и когда пришла к нам? Ну, профессии Доулы, наверное, много тысяч лет, потому что всегда женщину сопровождали другие женщины, которые помогали ей, соответственно, переносить эти непростые ощущения. Чисто физически ее поддерживали. Поэтому можно сказать, что профессия Доула много тысяч лет. Но в современном мире мы начали ее возрождать, наверное, в 70-х годах прошлого века, когда медикализация родов достигла апогея, и большинство людей перестали считать это естественным процессом, в котором необязательно участие врача. И, соответственно, с появлением направления естественных родов Мишеля Адена началось возрождение, соответственно, естественных родов, понимание того, что если роды идут хорошо, совершенно необязательно оказывать именно медицинскую помощь, ей нужна помощь другого рода, психологическая, физическая, просто поддерживать ее в том, что она делает. И именно этим занимается Доула. Сами стандарты профессии были определены сначала в США, быстренько перекинулись на Западную Европу, где в 80-х годах прошлого века учредили Европейскую ассоциацию Доул. Уже в этом веке, в 2010-х годах, первые Доулы, как Доулы, появились в России. Они занимались подготовкой к родам, сопровождением часто домашних родов. И как ассоциация уже такая сформированная, появилась в 2015 году, как ассоциация профессиональных Доул. Если говорить о первой Доуле в современной России, я бы назвала Марьяну Олейник. Это Доула, психолог, член ассоциации профессиональных Доул. Она написала очень много книг о том, как готовиться к родам, кто такая Доула и вообще, в принципе, во всем поддерживает женщин. Еще я хотела сказать о Дарье Стрельцовой. Это акушер-гинеколог, профессиональный врач, которая сделала первый очный курс для подготовки Доул в России. Он идет уже более 10 лет. И каждый год она набирает девочек для того, чтобы подготовить их как профессиональных Доул. Кира, давай вернемся к истокам. Вот как ты пришла к тому, чтобы стать именно Доулой? Первую половину своей профессиональной жизни я была юристом. И у меня была очень мужская команда. То есть, если посмотреть мои контакты в телефоне, там вот раз-два я общался. Мама и две сестры, наверное. У меня вот прямо мужчины, мужчины, мужчины. И дома, соответственно, у меня три мальчика. Три сына, муж и два кота. Тоже мальчики. В общем, у меня абсолютно был мужской круг. И в какое-то время я настолько от этого устала. Случилась пандемия, ковид. И нас всех закрыли дома. И побыв неделю дома, я поняла, что я вообще не хочу возвращаться в офис. Мне здесь нравится, классно. И я начала задумываться, а чем бы я вообще хотела заниматься, в принципе, если не юриспруденцией. Потому что что-то она мне надоела, честно, к тому моменту. В интернете есть такой достаточно известный блогер Меланет, которая тогда была беременна третьим ребенком. И сказала, что вот я буду, знаете, возьму народы Доулу. И рассказала про эту профессию у себя в блоге. И я подумала, о, это же именно то, что я вообще искала всю свою сознательную жизнь. Потому что я очень люблю роды. Это действительно космический процесс. Он очень эмоциональный, очень красивый. И, в принципе, и свои роды я воспринимала именно так. Даже не зная, кто такие Доулы. То есть ради трех детей, и так и не узнав вообще, что есть такая профессия. И я быстренько пошла искать вообще, где же учат на эту профессию. И очень хорошо, что мне первая же ссылка попалась именно на Доулы Линк, которые четыре дня до этого начали новую программу. Я метнулась туда, соответственно, влилась уже в эту проходящую программу. И как-то у меня так получилось, что я начала сопровождать уже даже будучи на обучении, то есть еще не получив сертификат. Начнем с того, что Доулы – это не медицинский специалист. И ей для того, чтобы стать профессиональной Доулой, совершенно не обязательно быть медиком, медсестрой, акушеркой или врачом Доулой. В принципе, может быть любая женщина и даже любой человек, который хочет поддерживать женщину, которая обладает достаточной эмпатией и безоценочной поддержкой женщины, которую он готов оказать. Но, конечно же, человеку, кто хочет сопровождать женщину в родах, необходимо знать нюансы и физиологии, и психологии женской именно этого периода. Поэтому для того, чтобы быть Доулой, конечно же, нужно закончить специальную программу. Таких программ в России немало, но золотым стандартом я считаю программу Доула Линк, которая построена на основе программы Европейской ассоциации Доул и дает все необходимые знания и навыки женщинам для того, чтобы они сопровождали роды. Давай все-таки поподробнее поговорим, чтобы всем было понятно, в чем прям конкретно заключается работа Доула. То есть это какие-то этапы, я так понимаю, это до родов, во время родов и после. Вот что конкретно делает Доулой? Он может поддерживать не только женщину, но и членов ее семьи на протяжении всего периода беременности, родов и послеродового периода. И каждый сам принимает решение, когда ему нужна Доула, на какой период, потому что некоторые принимают решение готовиться к родам самостоятельно, но на родах уже иметь поддержку профессиональную. А очень часто бывает, что помощь требуется уже после, когда роды прошли, в послеродовом периоде возникают такие сложные вопросы, которые родители не готовы решить, им нужна профессиональная помощь. Поэтому Доула может оказывать поддержку до родов, в родах и после них. Кира, а можно ли назвать Доулу повитухой? Ну, наверное, нет, потому что повитуха все-таки это больше акушерская специальность, потому что повитуха, она что, подставляет руки и принимает ребенка, перерезает пуповину, помогает маме. А Доула этого ничего не делает, поэтому я думаю, что вот как раз профессия повитухи, она разделилась на два направления. Первое, это вот более медицинское, это акушерка, и второе, это поддержка и помощь маме, это вот уже Доула. Поэтому повитуха это более широкое понятие все-таки. А Доула, они взаимодействуют с акушерами, гинекологами, которые ведут беременность? Это совершенно не обязательно и, как правило, даже, наверное, не нужно, потому что Доула, она не оказывает медицинских никаких услуг, не дает медицинских советов. У нас это указано в этическом кодексе, и это правильно. И поэтому взаимодействовать с медиками нам нет никакой необходимости. Мы взаимодействуем с женщиной, мы представляем ее интересы, мы слушаем то, чего она хочет, и даем ей поддержку в том решении, которое она самостоятельно приняла. Это моральная, психологическая, этическая, какая угодно поддержка, потому что женщины бывают разные, и запросы у всех абсолютно разные. И я не могу, вернее, может быть, и могу, но я не буду так делать, сказать, вот я за естественные роды, а ты хочешь плановое кесарево, я не буду тебя сопровождать. Ну, это недоульская позиция. И, соответственно, у женщины, у всех есть свои резоны, выбрать тот или иной путь своих родов, который она должна пройти. То есть все-таки доула, да, не настаивает на каких-то рамках, в которые загоняет женщина? Я считаю, что если она настаивает, то это уже не доула. Потому что доула дают безоценочную поддержку женщине в ее решениях. Это самое важное, наверное, что стоит знать. Если вы сталкиваетесь с человеком, который, ну, когда вы готовитесь к родам, ищете себе поддержку и специалиста, кто будет вас сопровождать, и который вам говорит, так, тебе нужно, значит, идти на курсы туда-то, готовиться так-то, на родах мы составляем план, по которому мы, значит, не берем никакого медицинского сопровождения, отказываемся от медицинских процедур и так далее, это недоула. И это, ну, как бы сразу же звоночек к тому, что с таким специалистом работать не нужно. Как вот правильно выбрать доула, да, и, пожалуйста, совет, на что нужно обратить внимание? Это все-таки такое психологическое взаимодействие, некая химия, как, не знаю, у любовников, да, когда ты хочешь быть именно с этим человеком и пойти с ним в роды. Второе – это, конечно же, образование доула, да. Да, я не говорю, что это только доула и линк, но желательно, чтобы специалист был членом ассоциации профессиональных доул, потому что это дает реально гарантию, практически гарантию того, да, что будет соблюдаться этический кодекс, то, что специалист будет обладать всеми необходимыми навыками для сопровождения родов. Если женщина хочет рожать в роддоме, да, ей нужно удостовериться, что этот роддом принимает доул, да, с ним нужно туда пойти именно с помогающим специалистом, и, соответственно, что у доула есть все необходимые анализы медицинские, да, для того, чтобы пойти как сопровождающее лицо в роды. Ну, в общем, главное – это химия, конечно, потому что роды – это очень интимный и важный процесс жизни женщины, и от того, кто будет с ней во время этого процесса, во многом зависит удовлетворенность родами. Кстати, было недавно исследование, большое достаточно исследование в США по поводу того, от чего зависит удовлетворенность женщины своими родами. И, как ни странно, исходом родов, ну, то есть исход родов конкретно, было ли это кесарево, или это были естественные роды, применялось ли какие-то медицинские вмешательства и так далее, да это не было тем главным критерием, да, для того, чтобы женщина была удовлетворена своими родами. Главное – это именно психологический комфорт, который женщина испытывала во время этих родов, потому что очень много неизвестных факторов, как пойдет физически, что там будет в родах, совершенно непонятно, но если ты имеешь поддержку и психологическую уверенность в том, что все идет нормально, и после этого ощущения будут именно такие, что все прошло хорошо. Кира, вот раз мы говорим про роды, к примеру, если мужчина соглашается на партнерские роды, и супруг вместе проходит весь этот путь с женой, можно ли его назвать долой? Я думаю, в некоторых случаях действительно, потому что партнер, в принципе, в любых родах, да, он осуществляет поддержку моральную, физическую, психологическую. Что нужно женщине в родах? Быть уверенной, что все идет хорошо, быть под защитой, быть спокойной, и, соответственно, очень часто муж может дать все эти ощущения, но очень часто это не значит всегда. И, соответственно, супруг, как правило, не обладает информацией о том, что происходит с женщиной в тот или иной этап родов, и, соответственно, он не может ее успокоить, что, дорогая, все хорошо. И поэтому я считаю, что команда в роды может содержать и мужа, и доулу. И это вообще идеальный вариант, потому что каждый исполняет свою роль. Мужу гораздо проще и спокойнее, если есть помогающий специалист. Ну, и, я думаю, женщине тоже. Обязательно ли знакомить доулу со всеми членами своей семьи? Если вы берете доулу для того, чтобы она сопровождала вас именно в роддоме во время родов, в этом нет никакой необходимости. Если доуула будет осуществлять, например, послеродовое сопровождение, или будут партнерские роды, на которых будет и доула, и муж, конечно, имеет в этом смысл. Хотя, в принципе, вот у меня было несколько сопровождений именно супружеских пар, где мы встречались с папой только на родах. И все равно все проходило прекрасно, сопровождения получались, и женщина получала то, что она хотела. Но, конечно, мне, например, психологически более комфортно сопровождать пару, которую я уже знаю, знаю, что ждать от папы, например, какая ему необходима поддержка. Потому что на дородовой встрече, например, с парой, если планируются партнерские роды, мы всегда обсуждаем, кто что делает, чем я могу помочь, и, соответственно, что будет делать папа, что буду делать я. И как бы все уже заранее известно. А чаще вот какие периоды женщины к вам обращаются до родов, во время или после, за поддержкой? Так как я не позиционирую себя как послеродовая доула, то да, мы, как правило, встречаемся с женщиной до родов, и запрос, как правило, такой. Консультация и подготовка к родам, соответственно, до, и сопровождение в сам период родов в роддоме. Это основная моя функция. Но я всегда рассказываю женщине, что как бы роды – это действительно очень важный процесс, но предстоит целая жизнь после. И часто девчонки очень хорошо готовятся к родам, но совершенно упускают послеродовый период, который становится... Испытанием. Испытанием, да, сложный, такой сложный период, в который мы тоже можем помочь. Существует целая большая как бы когорта доула, которые не сопровождают даже роды, а дают послеродовую поддержку, которая важна женщинам. Ты говорила о том, что каждый человек может стать доулой. То есть мужчина сейчас уже тоже становится доулой. Это интересная тема, которая честно вызывает у меня внутри внутреннее сопротивление. Я так говорю, да, действительно, каждый человек при желании и определенных чертах характер может стать доулой. И, в принципе, сейчас в Москве есть один мужчина, который позиционирует себя как доулой. Я его хорошо знаю. И мы с ним даже учимся сейчас в медицинском колледже. Я прохожу программу подготовки на среднемедицинский персонал, как акушерка. И мы там познакомились с молодым человеком, который тоже позиционирует себя как доулой. Прошел одну из программ подготовки. И, соответственно, я доулой. И когда я спросила, я говорю, Саш, у тебя клиентки есть? Я говорю, ну вот я с женой два раза ходил. Я говорю, а еще? Ну и еще было там сопровождение онлайн. Я говорю, ну понятно. Вообще, конечно, сначала у нас было бурное такое обсуждение, может ли мужчина вообще в принципе быть доулой, потому что реально эта профессия всегда была женская, как и, наверное, акушерка. Но, кстати, акушеров именно не врачей акушеров-гинекологов, а акушерок уже несколько в московских роддомах. А вот именно как доула, которая дает просто подержать, погладить, безоценочная поддержка, да, вот это вот. Ну, это настолько женское, что я говорю, Саша, что ты будешь делать? Вот кто, как ты видишь свою клиентку? И отпустил бы ты, например, свою жену со специалистом вот мужского пола. Говорит, ну нет, я бы свою супругу, наверное, не отпустил, но есть же одинокие женщины, которым хочется... То есть ты идешь как муж одинокой женщины. Я правильно тебя понимаю? То есть он немножечко подменяет пока для себя понятия, но я думаю, что... Вот он сейчас задумался о том, чтобы пройти программу по подготовке доула, именно доула и линк. Я думаю, что он немножко пересмотрит после этой программы свою позицию и, может быть, уже не будет себя позиционировать как доула, а именно вот как акушера потом, когда закончит колледж. Кира, есть ли иерархия в ассоциации доула? В ассоциации нет, конечно, мы все равны, вот, и нет такого, что мы все равны, кто-то равнее. Единственное, что я бы сказала, что в нашей ассоциации есть этическая комиссия. Любой человек, да, который воспользовался услугой доула и остался ей недоволен, либо врач, который считает, что доула, как бы, занималась на своим делом в народах, да, в медицинском учреждении, может обратиться в ассоциацию профессиональных доула с жалобой, и этическая комиссия рассматривает такие случаи, вот, и, ну, как апогеи всего, да, может быть вынесено решение об исключении. Кира, обязательно ли состоять в ассоциации доула? Для того, чтобы доула? Нет, конечно, нет. Ассоциация профессиональных доулов – это некоммерческая организация, совершенно добровольная, и женщины доула, да, вступают в нее для того, чтобы подтвердить некий стандарт своих услуг, я думаю, так для большинства, потому что, ну, смотри, профессии доула в России не существует, да, это мы просто так себя назвали, и доулой может назваться любой человек. Вот из-за этого возникают некие недопонимания, и, особенно у врачей, потому что, смотри, может возникнуть следующая ситуация, когда в домашних родах что-то идет не так, и акушерка, которая была на этих родах, да, она говорит, да, я доула. Ну, то есть она называет себя доулой, свидетелем, да, каким-то, то есть не медицинским работником, потому что если медицинский работник присутствует на домашних родах, что-то пошло не так, он будет нести... Ответственность. Уголовную ответственность. Если присутствует на домашних родах обычный человек, да, это просто обычный человек. Доула, она не медицинский специалист, и поэтому, когда в домашних родах что-то идет не так, идет разбирательство, да, то человек, который оказывал услуги, в том числе медицинские в домашних родах, она не будет говорить, что она акушерка. Она скажет, а я вот доула. Очень такая неприятная коннотация, что доулы, они, соответственно, без медицинского образования принимают роды дома. Это не так. Мы просто не имеем права делать, и никто этого не делает. То есть если человек принимает роды на дому, то это не доула. Членство в ассоциации профессиональных доул – это некий стандарт твоих услуг. То есть понятно, что ты человек, во-первых, с образованием, который знает о том, в чем он компетентен, и не будет выходить за рамки своих компетенций. В нашей ассоциации сейчас около 190 членов, а доул-то гораздо больше. Даже те, которые именно позиционируют себя как доулы и оказывают именно доульские услуги. И они очень хорошие, ну, очень часто. То есть большинство из них, они просто, ну, по тем или иным причинам, не приняли для себя такое решение, да, вступить в ассоциацию, но при этом вполне себе доулы хорошие, профессиональные, оказывают тоже хорошие услуги. Были ли такие вот случаи, например, у тебя в практике, когда к тебе пренебрежительно относились врачи? В Москве сейчас большинство врачей и средний медицинский персонал прекрасно знают, кто такие доулы. Все с ними встречались, потому что, как бы, сейчас эта услуга очень востребована. Есть дружественные для нас, скажем так, роддома, да, в которых мы частые гости и очень нам всегда рады, потому что они понимают, какую гигантскую услугу мы оказываем, в том числе и медицинскому учреждению, да. Есть до сих пор роддома, в которые мы не вхожи, в которых главный врач категорически против сопровождения именно доул, потому что вот у него есть предубеждение, да, против нашей профессии и против, в принципе, сопровождения в родах у нас. Вот если говорить, да, о том, что женщина может себе позволить, женщина имеет право по закону, да, на сопровождение, то есть не быть одна, на поддержку. Но в законе у нас есть такая оговорочка, что это может быть, то есть, что гарантировано право только, если это близкие родственники, как правило, муж или мама. И на других людей это именно право женщины не распространяется, поэтому, естественно, если женщина хочет поддержку, она всегда возьмет с собой мужа, но если она хочет профессиональную доулу, да, то, соответственно, нужно выбирать, куда мы идем. А была ли у тебя практика домашних родов? И что ты думаешь о домашних родах? Я по себе скажу, практики у меня такой пока не было, но я считаю, что любая женщина, она может и вправе выбирать то, где ей рожать. И, в принципе, я не скажу, что я за домашние роды или против, я считаю, что они имеют право на существование. Но сразу же говорю, что в нашей стране это серая зона. То есть никто женщине в законе не запрещает рожать дома, но она не имеет права получать медицинскую помощь в домашних родах. То есть ни одна акушерка, ни один врач не должны помогать ей вне медицинского учреждения. Честно, я бы, наверное, даже хотела бы получить такой опыт, потому что все, что я слышала о нормальных домашних родах, то, что это космос и ни с чем не сравнимое удовольствие для женщины. Кира, давай с тобой поговорим про критические ситуации. Были ли они у тебя в практике? И вообще есть ли правила, как себя должна вести Доула, если есть угроза матери, либо ребенку, или если что-то пошло не по плану? Смотри, Маш, я хочу еще раз напомнить, что Доула не медицинский работник. Взаимодействие с женщиной в критической ситуации, когда ей требуется срочная медицинская помощь, не лежит в рамках моей компетенции. Я ничем не могу здесь ей помочь и не имею права. Поэтому в критической ситуации, в которой женщина находится, я ей могу помочь только как обычный человек, который вдруг находится рядом. То есть вызвать скорую помощь или позвать на помощь, перенести куда-то, попробовать дойти, помочь, но не более того. И про какую критическую ситуацию мы с тобой говорим? Если я сопровождаю в роддоме, то все медицинское течение, оно находится под полным контролем врачей. Если мы говорим про роды домашние, то, соответственно, вся ответственность на женщине, все, что с ней происходит... То есть в домашних родах все лежит на роженицах, да? Правильно я понимаю? Правильно, абсолютно верно. Фактически домашние роды – это соло-роды. Ну, то есть когда женщина понимает, что она берет на себя ответственность и знает, как она будет себя вести в той или иной критической ситуации. Конечно, идеально это, когда у тебя под подъездом стоит скорая, под парами, да, которую может в любой момент отвести. Просто все, когда готовятся, имеют этот план Б, да, и понимают, что в случае чего, в какой роддом они едут. Вызывают ли они скорую или едут сами. То есть всегда семья, если уж так случилось, да, принимает решение. Есть еще одна интересная ситуация по поводу критических ситуаций. Это стремительные роды у женщины, когда как бы ничего не предвещало, она собиралась рожать в роддоме, но все случается слишком быстро, и, соответственно, роды происходят вне роддома. Например, либо в скорой, если она успела доехать, либо дома, либо в машине, либо в такси. Вот недавно у нас был случай, когда девушка ехала в роддом на такси и не успела доехать. Соответственно, таксист не принимал роды. Ну, вот говорят, там, таксисты иногда принимают роды или еще что-то такое. Нет. Просто она сама родила на заднем сидении. И уже, соответственно, когда доехали до роддома, наконец, просто взяли ребенка с мамой на пуповине. То есть, ну, ничего страшного. Иногда говорят, что если у вас произошли роды в машине, значит, это были хорошие роды. Кира, а на каком этапе вообще женщины обращаются к доуле? То есть это прямо перед родами, либо задолго до родов, либо как только они понимают, что они ждут ребенка, но на ранних этапах. Это зависит от того, чего хочет женщина, и когда она решила или узнала о доулах, что есть такое, то есть это тоже может быть. Или когда, собственно говоря, все-таки она приняла окончательное решение, кто у нее будет на родах. Потому что много вариантов есть, и, соответственно, для каждого он свой. доула женщина выбирает за несколько недель или там за месяцев, за несколько, до своих родов. И очень часто бывает запрос к специалисту о индивидуальной подготовке. Сейчас есть множество курсов подготовки к родам, которые есть онлайн, очные, заочные, там, какие угодно. Но кому-то хочется индивидуальную подготовку пройти, и, в принципе, доула может, если у нее есть достаточно знаний, она в себе уверена, то она может провести индивидуальную подготовку женщины. И тогда действительно необходимо, может быть, там, несколько месяцев или там несколько недель для того, чтобы полноценно подготовиться, а потом уже вместе идти в роды. Но, как правило, женщины обращаются к доулам за несколько недель до родов, знакомятся, проводят там одну или две очные встречи, и уже там следующие встречаются на родах. Самый распространенный вариант того, как мы взаимодействуем. Если вот женщина, например, там месяца за три, за четыре до родов обращается к доуле, то что доула в это время, как она поддерживает, что она делает для женщины? Тоже всегда бывает по-разному, в зависимости от темперамента женщины и от ее, там, уверенности или запроса. Очень часто бывает, что действительно мы встречаемся один раз, договариваемся, да, и я больше практически ничего не слышу от нее, и там звонок, что вот у меня там отошла пробка или у меня начались схватки и так далее, и мы едем в роды. Вот, бывает другая ситуация, когда доула воспринимается именно как человек, который в перинатальной сфере знает и от кого можно получить первичную информацию обо всех нюансах своей беременности, своего положения, что можно, что нельзя, получить рекомендации по питанию, по физической нагрузке и вообще, в принципе, все узнать о своей беременности. Для меня это сложный, сложный случай, потому что я как доула, да, не даю никаких рекомендаций, я даю информацию, и как правило, я всегда, ну, когда существует какой-то запрос, я всегда говорю, а вот есть книжка, или вот давай я тебе накидаю статей, ты почитаешь про это и примешь самостоятельное решение, потому что, как бы, это идеальный вариант. Давай поговорим поподробнее про контракт, от чего зависит стоимость, и есть ли какие-то условия определенные тоже в контракте. Я как раз хотела тоже развеять некие мифы, что вот, которые существуют даже больше не среди женщин, а среди специалистов медицинской сферы, что доула гребут деньги лопатой, что они вот, значит, там пришли по головке, погладили, получили свои бешеные тыщи и растворились в тумане, а вот, значит, медицинские работники вот несут за женщину ответственность. Сейчас, по нашим временам, любая женщина может получить доульскую поддержку, потому что стоимость контракта, она зависит от многих вещей, в том числе от компетенции доула, от ее опыта, стажа, да, и как она себя, собственно, видит и позиционирует в этой сфере. Если брать московские контракты, то в среднем это 25-30 тысяч рублей, в которые входит и дородовое сопровождение, там, от нескольких недель до нескольких месяцев, и сами роды, потому что на послеродовое сопровождение, конечно, существуют свои... То есть это уже отдельные, да? Да, это уже отдельный контракт и, соответственно, отдельные деньги. Вот, но роды вот могут быть от, я бы так сказала, от 15 до 30 тысяч. Я считаю, искренне считаю, что большинство женщин могут себе позволить доульское сопровождение и найти, в принципе, даже за донат доула волонтера, которая поддержит, и, ну, с ней будет явно лучше, чем без нее. Все-таки на практике у тебя встречались какие-то курьезные случаи и совсем вообще неприятные? Я, можно сказать, начала с этого свою профессиональную карьеру. Один из самых страшных снов доула это пропустить роды своей клиентки. Это было второе мое коммерческое сопровождение, то есть за которое я уже получила деньги. Я проспала звонок своей клиентке, поставив телефон на беззвучный режим. И когда я проснулась с утра, я увидела на экране 43 пропущенных вызова. Это была она, это был ее муж, это была моя подруга, которая меня посоветовала этой девушке. В общем, она родила без меня. Я, когда ей позвонила, ну, сказать, что я была в шоке, это вот ничего не сказать. Я представляла, как ей было плохо, как она хотела, соответственно, вот видеть около себя человека. В результате у нее все окончилось кесарево, то есть и исход-то не очень хороший оказался. Потом я ужасно долго себя винила. В этом, сжав зубы, сделала выводы, да, что нужна, во-первых, подменная доула, что нужно иметь два телефона и вообще, в принципе, перестать отключать их на ночь. И теперь вот именно этот случай там позволил мне подложить вообще везде соломки. И это был единственный, надеюсь, случай такой, который у меня, но это прямо, который меня очень сильно вывел. Я до сих пор его вспоминаю с дрожжи. А что находится в доульской сумке? Ну, каждая доула имеет свои предпочтения, с чем она работает во время ротов. Нюанс такой, что не во все роддома ты можешь пронести все, что ты считаешь нужным для сопровождения. Поэтому, ну, прежде всего, это пакет с документами и с профессиональной одеждой, которую, соответственно, я использую только в роддоме, да, тапки, костюм, маска. А остальное уже это вода, еда, потому что я в роддоме могу на сопровождении провести больше, там, вот, 15-18 часов. Никто меня там кормить не будет, потому что, ну, роженицу в родах кормят, а доулу, ну, естественно, нет. Я делаю послеродовый чай акушерский для женщины. Это такая... Почти у каждой доула есть свой рецепт, и, соответственно, у меня тоже. Он восстанавливает силы, после именно он горячий, и мы его пьем послеродов всегда. Это такой некий ритуал. Да, ритуал. Очень приятный. И девчонки всегда ждут этот послеродовый чай, и он им кажется... Вот еще никто не сказал, что это что-то было там не очень-то супер напиток богу, потому что это именно то, что нужно женщине послеродов. Горячее, сладкое, то, что поддержит ее там в оставшихся силах. Кроме этого, мы можем использовать в родах всякие фишечки типа аромамасиал эфирных, да. Не во всех роддомах это разрешено, но если это разрешено, то это классно помогает, действительно, и, так скажем, разнообразит процесс. Еще можно, например, брать с собой электрические свечи. Настоящие, конечно, никто в роддоме не разрешит, но для того, чтобы создать то самое тепло, тихо, темно, да, и атмосферу некого уюта и приватности, почти во всех домах разрешают выключать свет, соответственно, да, в процессе рода, в процессе схваток. И мы вот делаем такую атмосферу домашнюю, да, с помощью свечей, аромамасел, если это возможно, если это разрешено. Ну и всякие такие фишечки типа массажеров, рибоза. Это как бы совершенно необязательные вещи, то есть в сумке доулы самое главное – это одежда и документы. Все. Вот. Остальное все это вот для разнообразия, чтобы было не так скучно. Мы когда с девчонками тоже про доулскую сумку разговаривали с моими коллегами, говорят, да я вообще ничего уже не вожу на роды. То есть мне вот руки и вода, в принципе, мне вообще достаточно. А у кого-то там целый чемодан, да, вот, который для них там важен и нужен, да. Кира, наличие детей у доула, оно влияет как-то на работу, помогает? Мое мнение, что да, конечно, влияет и помогает. Хотя у меня есть несколько знакомых доула, которые не имеют детей, они еще достаточно молодые девчонки, и при этом достаточно успешно сопровождают. Если бы у меня не было своих детей, я не пошла бы работать доулой, потому что только понимая, что испытывает женщина в этот момент, ты можешь с ней работать. Вот у меня есть это ощущение. Тогда сам прошел, да? Да, конечно. И причем, ты знаешь, даже не зависит от того, насколько, ну, для тебя именно твой опыт родов был таким уж хорошим, да. То есть некоторые наоборот в профессию доула идут, когда у них был неблагополучный опыт собственных родов, и они хотят, как бы, уберечь женщину от того же. Очень часто женщины идут в профессию доула, потому что у них у самих были хорошие роды, и они хотят, соответственно, этот опыт, эту возможность, да, передать и подарить своим клиенткам. Вот у меня вторая как раз ситуация. У меня у самой было все прекрасно. Ну, это, наверное, за счет физиологии и подготовки к родам. Соответственно, все трое родов были естественными, хорошими. И почему-то мне казалось, что у всех так. Когда я со своими подругами и другими девчонками начала об этом говорить, мне казалось, что вообще не так. Что роды – это ужас-ужас. Что это одище, и вообще хочется развидеть и расслышать то, что там было, и никогда туда больше не ходить. Многие женщины после родов сталкиваются с затяжной депрессией. Вот доула может помочь женщине справиться с этой депрессией? Или бы же нужна помощь специалистам, психолога? Если депрессия уже случилась, то никакая доула тебе не поможет. Это только, соответственно, и не психолог уже, а психотерапевт и таблетки. Ну, вот это мое твердое убеждение. Мы можем предотвратить наступление тяжелой такой клинической депрессии. Ну, то есть все-таки не допустить – доула может. Не допустить и помочь, да, не сходиться в это, я считаю, что да, доула может. Естественно, есть некие предпосылки, когда у женщины до родов начинаются вот эти вот тяжелые, да, именно уже психиатрические состояния. Тут, ну, как бы это не наше. А что касается послеродового baby blues, так называемое, да, вот, и послеродовое состояние женщины, такое пограничное, да, то есть если это не депрессия такая клиническая, а именно вот начало, начальная стадия, то я считаю, что да, очень многое зависит от окружения. Кстати, очень много доу-психологи, то есть помогающие специалисты, вот, из психологии, из перинатальной, из клинической психологии приходят вот в нашу профессию, и среди послеродовых доула как раз очень много психологов. Помощь психологическая, это, ну, не продовольство, да, все-таки, вот именно послеродовый период. Организация быта, да, помощь с грудным вскармливанием, помощь психологическая для того, чтобы поддержать и объяснить тем, кто окружает женщину, как с ней взаимодействовать, чем ей действительно помочь, потому что после родов вся, как бы, благодарность, энергия и все внимание направлено, как правило, на ребенка, вот, а женщина уже... На второй план. На третий, четвертый. Она должна, 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 должна. Мы забываем о том, что женщина продолжает находиться в очень уязвимом состоянии после родов, и ей нужна помощь, там, больше, чем ребенку, потому что ребенку нужна только мама. Все, маме нужно все, маме нужна помощь, маме нужен покой, уход, тепло и любовь от всех окружающих. Вот, и с этим как раз разобраться и повернуть, как бы, паттерн, опять же, у домашних, может доула. И мы очень часто, как раз, именно в послеродовом периоде общаемся с семьей, рассказываем им, что нужно маме, потому что мама сама тоже не всегда может сформулировать, она не знает, что ей поможет и что ей нужно. И родовула интересуется, вообще, жизнью после родов, когда уже все закончилось, женщины, детей, как они растут, или вот контракт закончился и общение на этом заканчивается. Всегда по-разному складываются отношения с клиентками. Очень часто эти отношения просто перетекают плавно в дружбу. А какие-то контракты, да, заканчиваются именно вот на послеродовом неком сопровождении. Но, конечно, чем больше доула контрактов, чем больше нас сопровождают людей, тем, как бы, размываются, да. И пока я помню всех своих рожениц. И все чаще и чаще мне приходят сообщения, например, в WhatsApp с поздравлением с днем рождения, с неизвестных мне номеров, соответственно, это мои бывшие клиентки. Или, например, а вот нам годик, а вот нам полтора, там, и так далее. И мне уже приходится, действительно, вспоминать, что это за... что это за мама, что это за прекрасный романтик или еще кто-нибудь, соответственно. Поэтому все по-разному. И действительно, мы с некоторыми продолжаем держать связь очень долго. Кому-то нужны консультации не только по родам или послеродовому состоянию, но и по грудному вскармливанию, по, например, взаимодействию с ребенком. Потому что я уже для женщины не как просто доула родовая, а как перинатальный специалист, у которого есть информация по всем практически нюансам, связанным и с родами, и с женщиной, и с детьми. На сегодняшний день, да, ты родила троих мальчиков, но без участия доула. Вот если бы сегодня у тебя был бы выбор рожать с доула или без, что бы ты выбрала? Ну, как ты думаешь, конечно же. Конечно, да. Конечно, да. Потому что я теперь понимаю, насколько действительно важна эта безоценочная поддержка, которую может им дать только, вот на мой взгляд, действительно, только доула. Потому что муж, он любит и заботится, а доула не только любит и заботится, но еще и знает, что с тобой происходит, и может тебя успокоить. Поэтому да, да, и еще раз да, я бы взялась, я даже знаю, кого. То есть даже уже дело за малым. Если, да, если вдруг случится четвертый раз, конечно же, это будут роды с доула и с мужем. Ну, то есть вот я прям возьму всю команду, потому что муж участвовал в процессе, пусть уж участвует до конца, тем более он это очень любит. Просто сейчас вот понимаю, насколько лучше могли бы быть мои роды, если бы там присутствовала еще доула. И, конечно, если бы я знала те нюансы, которые знаю сейчас. Вот, поэтому всем девчонкам я очень рекомендую, во-первых, готовиться к родам, понимать, что они от этих родов сами хотят, как они их себе представляют. И готовить команду. Готовить команду, потому что команда в родах, она дает тебе гарантию того, что все пройдет так, как ты хотела. Вот, потому что у всех же разные запросы. И поэтому надо сначала для себя понять, что ты хочешь, и потом, соответственно, уже искать под это свою команду. Кир, спасибо тебе большое за нашу беседу. Теперь я и многие узнают больше о профессии доула и о том, что не стоит бояться. Я очень рада, что ты меня пригласила, и я смогла рассказать вообще в принципе о нашей профессии. И если кто-то теперь будет лучше понимать, кто мы такие, я буду очень рада. Спасибо тебе. С вами была Мария Голубева, Кира Лазарева. Ставьте лайки, пишите комментарии и подписывайтесь на канал.